Что же нас ждет дальше в рейде? Только актуальные новости на нашем канале. Всем привет и добро пожаловать на борт, друзья! Буквально несколько минут назад от разработчиков вышел видос о том, что же будет в ближайшее время в рейде. Вот давайте сейчас попробуем его быстренько пролистать, просмотреть и прокомментировать. И, собственно, давайте начнем. Итак, обнова Роковой башни. Новый цикл, ребята, третий цикл. И смотрите, смотрите, ребята, уже новые боссы! Я их уже вижу! Носороги, крабы, грифоны, носороги. Ну все, скоро весь зоопарк соберем. Так, хорошо. О них будут рассказывать в ближайших видео, но... Вот, кстати. Лава Бист, ребят, смотрите, вот так вот выглядит этот носорог. И обратите внимание, я уже рассмотрел его миньонов. У него миньоны самоубийцы, они взрываются. Смотрите, что происходит. Бам! Бам! Вы видели это? Смотрите, перезарядка тут до 3 хода получается, да? У этого скилла. Давайте еще раз посмотрим. Смотрите, полное хп. Полное хп. Николас, препа стоит скилла. Лидия, правда... А что герои первого уровня? Я не понял. Плариум, вы что палитесь? А, еще это простой босс? Ну тогда ладно. Ну, могли бы, конечно, хотя бы протестировать на живом аккаунте. Смотрите, как оно будет. Бам! Бам! Напомню, что бомбы, ребята, как видите, игнорят защиту. И здесь, конечно же, нам поможет. Поможет именно здоровье. Будем разгонять героев здоровья. Посмотрим, опять же, сколько он будет наносить. Как вы видите, на нем штраф атаки висит. Естественно, бомбы у нас... Урон от бомб зависит от атаки. Но разрабы нам говорят, что героя надо именно морозить. Их нельзя не уничтожать, их надо морозить. Это про миньонов говорится. Но, опять же, смотрите. Если вы хотите проиграть быстро и бесславно, вашей команде тоже не помешает несколько подрывников. Вот так вот, ребят. Неужели у нас лорд Шазар выйдет из тени? В общем, поживем и видим. Очень-очень интересно. Так, вот, смотрите. Да, вот он. Смотрите, перезарядка три хода. Он закрыл их вот этими штучками. И потом они, получается, детонируют. Ну, ладно. Эту механику мы посмотрим. Опять же, самое, что ни на есть в ближайшее время. Давайте посмотрим дальше. Ой-ой-ой. Еще один новый босс, ребята. Астраникс. Темная. Там еще будет новый эпический Каэль, ребята. Это... Короче, смотрите. С ней тут надо будет определенную механику иметь. Она призывает свою копию. И надо будет ее убивать. Но, опять же, сильно... Как вот, опять же, говорят разработчики. Если мы суперсильную команду поставим на нее, то это может она обратить нашу силу против нас. Посмотрим, что это за таинственный маг. Но, однозначно, мы научимся его убивать. Угу. Соберем. Скоро, скоро будут разбирать разработчики этого босса. Ооо, ребят, самое интересное. Сеты. Сеты. Новые сеты. Ребята, встречайте. Встречайте. Новый топовый сет, который будет падать из носорога. Ребята. Крутейший, улучшенный сет иммунитета, который еще дает и 10% защиты. Создает и две из двух частей. Отлично. Супер круто. Ребята, вот носорога я буду фармить. Очень актуальный сет на платину в девпаке. И это круто. Так, поехали дальше. Еще один очень интересный сет у нас будет. Вот он, выпадающий из мага. Ребята, смотрите, что он дает. Сет уже из четырех частей. Но это как и сет игнора защиты, как жестокости, которой нам падает лавы. Только этот сет еще и дает 10% крит шанса. Боже мой, топовейший сет. Улучшенный сет жестокости. Встречаем, ребята, в этом сезоне роковой башни. Супер. Класс. Новые герои. Да, как вы знаете, ребята, вот он. Вот он. Смотрите, он первый. И мы сразу же видим. Смотрите, ребята. Следующий после вот этого героя. Кстати, его скоро уже буду забирать. У нас будет эпический Каэль. Смотрите, смотри. Ну, ребят, ну здесь, ну реально. Ну, боже мой. Неужели? Блин, разработчики. Давайте вот этого не делать. Вот смотрите, был озерник, вышел варгал. Варгал был четким. Варгал всех разорвал своим внешним видом хотя бы. Ну, блин, Каэлю, я не знаю, пару репехов дорисовали. Ё-моё, это не эпический Каэль. Но ядов у него будет много. Понятно. Так, что еще? Смотрите. Воительница. Сильная воительница. Это какая-то темная эльфийка, да? Смотрите, сильно. А, нет, нет. Ребята, это вообще не касается воительницы самого героя. Это имеется просто в виду, что это будет, ну, девушка, которая воюет. Это не эпическая воительница, ребята. Сразу говорю. Так, ну смотрите. Ну, вроде как бьет больно. Посмотрим. А вот смотрите, ребят. И еще такой момент. Третьим героем в обычной роковой башне, я так понял, нам дадут вот как раз-таки уже легендарного демона. Что-то он тоже может и неплохо вроде как дамажит. Но опять же, что-то там за шмот на нем стоит. О, самое интересное, ребята. Очень интересно. Система кланов. Класс, класс. Вот это давно надо было сделать. Левел клана, ранд клан, ну, левел клана. То есть, каждый клан теперь будет качаться так же, как и качаем мы персонажей, ребят. Вот такая вот интересная тема. Очень круто поднимает социальная именно направляющая вот эта вот вся тема. Потому что здесь еще добавляется именно задание. Ребят, это будет дальше видео. Давайте посмотрим. Клановые еженедельные задания. Магазин. Ребят, смотрите, смотрите. Сразу же я вижу в клановый магазин. Клановый магазин. Когда мы будем проходить задание, мы будем получать так называемое клановое серебро. Вот оно, видите, 9000 сверху. Так, я не знаю, видно ли мышкой. Вот тут вот видно 9000 этого, собственно, серебро. Золота кланового. И мы видим, что когда мы будем поднимать левел клана, нам будут доступны уже другие награды. Ну, как я вижу, что если... Я не думаю, что ранг максимальный 12-й. Иначе здесь рынок просто пустой. Да, тут... Ну, что это здесь? Книжка эпическая. Войд осколок. И вы видите, что фрагмент почему-то на Янику. Неужели на клановом, именно базаре, назовем это, не знаю, клановый рынок, клановый базар, будут именно Яника продаваться? И будут ли легендарные книги продаваться, легендарные осколки сакральные? Посмотрим, конечно же, когда включат эту обнову. Короче, будем выполнять задания, получать клановое золото. Задание клана. Ребята, вот... Для тех, кто любит выполнять ежедневные задания, добавляется новая тема. Только это уже будет еженедельное задание. И это будут задания именно клановые. А вот эта вот идея просто, я не знаю, респект, уважуха, Плара, вот здесь просто красавчики. Меня удивили. То есть, здесь, смотрите, фишка в чем? Здесь, я так понимаю, надо будет конкретно Каэлу будет давать каждому игроку задания, чтобы, в общем, клан закрыл все еженедельные задания. Это круто. Это, опять же, направлено на повышение социальной составляющей. Люди будут больше общаться в кланах. И это очень-очень круто. Респект. Вот, опять же, да, акцентирует нам. Видите, что там есть? Что там есть? Давайте посмотрим, что там есть. Значит, в скрафте 5 эпических. Ну, я не думаю, что здесь прям супер какие-то крутые задания будут. Посмотрим, ребята. Посмотрим. Так, победи в дефных боях на арене 100 боев. Ну, за неделю это вполне возможно сделать. Посмотрим, посмотрим, что же будет. Вот, смотрите, здесь надо, можно, в принципе, сесть и перевести. Я думаю, мы позже информацию выложим в нашей группе во Вконтакте. Ссылочка в описании, ребята. Я думаю, мы в скором времени переведем и выложим все клановые задания. Здесь они, в принципе, на видео видны. Если ничего не изменится, то вот это все клановые еженедельные задания. Так, давайте еще посмотрим, что же нас еще ждет приятного. И, ребята. Ой-ой-ой, красота. Смотрите, новые скины, скины героев, которых нас ждет какой-то варвар. А, это Бракус, это понятно. Не переживайте, вы сможете добавить себе еще 100 слотов хранилища и 100 слотов в сундук. И, ребята, баф ап у Урлима. Встречайте. Так, это добавим, понятно, 100 слотов. Здесь автоматом добавится. Вот здесь 300, как вы видите, будет 400. Дубли! Ребята. Скоро. Все, что мы знаем. Не переживайте. Это будет не однобокое решение дублей. Вот-вот мы ждем. Ждем, что же для нас приготовили разрабы. И, опять же, по их словам, они благодарят нас за фидбэк и, может быть, они прислушались к нашему мнению. Посмотрим, что же решат разрабы, как поступать с дубликатами. Много идей подкидывалось разработчикам, вплоть до того, чтобы обратно генерировать все это в Сакрал. Очень много разных идей было. Ребята, штраф. Вот, пожалуйста, встречайте. Значит, ребаланс героя в Урлим. Ну, нет, это слишком громко звучит. На самом деле, отребалансили штраф крит урона. И, собственно, он теперь будет работать от общего крит урона. И понижать на 25% именно общий крит урон. Сильно ли это повлияло на князя Урлима? Я думаю, нет. Ну, вот и все, друзья. Посмотрим, что же будут дальше выпускать разработчики. Буду держать вас в курсе событий. С вами был Кэп. Всем удачи. Пока-пока. Пока-пока.